Осторожно, гололед. Переломы, вывихи, ушибы и сотрясения. Все это последствия резких изменений температуры. Устоять на скользкой дороге удается не каждому. Если падение неизбежно, очень важно сделать это правильно. Об этом, а также о том, как со льдом на тротуарах борются курские коммунальщики, расскажет Иван Позняков. Если приклеить пластырь на подошву обуви, то сцепление с поверхностью станет лучше. Тем самым увеличится шанс остаться на ногах. Дамам следует отказаться от высоких каблуков. Однако самой действенной профилактикой падения остается внимательность при ходьбе. Если в равновесии уже потеряно, старайтесь приземлиться как можно мягче. Если падает человек, то чтобы не на вытянутую руку падал, а старался сгруппироваться и упасть на бок, чтобы была большая площадь соприкосновения тела человека с землей. Переломы лодыжек, голени, костей предплечья – эти травмы чаще всего встречаются в период гололеда. Торопясь по своим делам, люди часто забывают, что дорога в буквальном смысле может ускользнуть из-под ног. Ольга Шевченко отныне будет ходить осторожнее. Я спешила утром на работу, и там возле кристалла вообще гололедка. И я прям упала всем весом на ног у себя. Ну, сказали, что большой, чтобы все. Перелома пока нет. Главное не спешить. Чуть поспешила и вот травма. Здравствуйте, как говорится. Курские коммунальщики уверяют – с гололедом стараются справляться оперативно. Ежедневно у нас на улицу выходит порядка 60 единиц техники, снегоуборочной, специализированной. Было у нас заготовлено порядка 30 тысяч кубов песко-соляной смеси, что позволит обеспечить нам бесперебойные работы по устранению иналидий и снежных заносов на территории нашего города. Врачи советуют после любого падения быть внимательным к своему самочувствию. Хотя бы в течение суток. Перелом и сотрясение мозга можно сразу и не заметить. Если вы почувствовали себя хуже, обратитесь к врачу. Запущенная травма лечится дольше и грозит осложнениями. Иван Позняков, Алексей Еременко, Андрей Дегтярев, Сергей Дорохов, Телеканал 7.